Всем привет, дорогие друзья. Тема сегодня сложная будет, я бы даже сказал, очень сложная. Подписчик задал вопрос, описал в целом ситуацию. Я ее перескажу в двух словах. Есть ребенок, маленький ребенок, то есть он сам. Ему в детстве постоянно снились одни и те же сны, в которых некая сущность, иногда эта сущность была одна, иногда их было несколько, но чаще всего это одни и те же существа. Приходили в состояние сновидений, и эти сновидения всегда сопровождались испугом, страхом, паникой, каким-то давлением, подавлением внутренних чувств, эмоций, частично насилием, имеется в виду насилие над волей. И впоследствии, когда подписчик вырос, он обратил внимание, что эта же самая сущность начинает проявляться через окружающих людей. Но окружающих людей намного больше, то есть их получается там десятки, сотни людей, с которыми мы дружим, поддерживаем какие-то дружеские отношения, социальные отношения. И когда он у меня спросил, как такое может быть, что сущность преследует с самого детства одна, а проявляет себя в очень большом количестве людей, ну то есть там несколько человек, допустим, с десяток человек, это личность, ну это сущность имеется в виду, нечистая сущность. В традиции христианства такие души называются нечистые духи, бесы или же демоны. И вот каким образом это существо может проявляться? Далее он спросил, что неужели демонические существа умеют проявлять своих каких-то аватаров, посылать, точно так же, как небесные духовные существа имеют возможность посылать частички себя, и те могут рождаться на земле в виде человеческих существ. На что я ответил, что нет, что подобное утверждение, оно немножко неверное. Все дело в том, что подобные духи или же демонические существа, ну давайте себе представим планету, да, а планетой управляет один единственный дух или демон, это демон Кали. И вот мы же понимаем, что он одновременно влиять на всех людей не сможет, поскольку его основная субстанция локализована в одном месте, там, где находится его, допустим, астральное тело. Но при этом у него есть мистические способности, его энергия, его осознанность, осознавание, да, и с помощью этой энергии осознавания он может воздействовать на мысли людей, на их умы, на их энергии, на их кармы, на их судьбы и так далее. И то, что нечистый дух преследовал подписчика с самого детства, это было непосредственно воздействие с целью затормозить развитие ребенка. А вот впоследствии он уже начал проявлять себя как люди в окружающем его пространстве. Но эти люди не являются его аватарами. У демонических существ подобного качества не существует. То есть проявлять из себя аватаров могут только реализованные существа, всевозможные просветленные мистики, йоги, личности, которые реализовали тело света. И так далее. То есть это уровень очень большой святости. А вот на уровне осознанности, на уровне нечистых карм влиять подобные существа могут за счет силы эго, гордыни, за счет силы так называемого осознавания. И нечистые духи, всевозможные бесовские существа, они таким образом и проявляются. И те люди, которые проявлялись в случае подписчика, это и есть его влияние. Но каким же образом эти люди, не будучи связанными с самим нечистым духом, проявляют через себя влияние этого демонического существа? То есть он описывал, что они и вопросы даже задают те же самые, которые этот нечистый дух задавал там в детстве. И эти люди, я вас уверяю, задают эти вопросы совершенно бессознательно. То есть их ум находится под влиянием нечистого существа, нечистого духа и таким образом просто исполняет волю. В силу слабости внутреннего осознавания, слабости внутренней энергии, отсутствия полной, отсутствия внутренней чистоты и так далее. То есть эти люди не имеют отношения к этому нечистому духу вообще от слова совсем. Но в силу того, что они ведут по большей части люди в нашем окружении, да и везде на планете ведут весьма греховный образ жизни, то сама по себе греховная деятельность, она ухудшает состояние энергии и сознания, и в результате человек становится неспособным противостоять внешнему воздействию нечистых энергий, нечистых духов. И мы становимся как открытые квартиры, в которых по сути никто не живет, и раз дверь открыта, то любой может зайти и там поселиться, либо что-то сделать, что-то украсть, допустим, что-то привнести свое. И люди, которые не ведут духовную практику, они подобны вот таким вот открытым квартирам, ну или открытым машинам, вот стоит машина на улице, да, с открытыми дверями, да садись, едь куда хочешь. Точно так же и мы, точно так же и наше астральное тело, если человек не ведет духовную практику, если он не работает над собой, независимо от традиции, будь то христианство, то же самое ислам, допустим, буддизм, традиция индуизма, не имеет значения. Если духовной практики нет, мы подобны вот таким машинам, которые стоят на улице с открытыми дверями, с ключами в замке, полностью заправленном состоянии, и любой, кто хочет, может садиться кататься. А потом мы утром встаем, и у нас разбитое состояние, мы не отдохнули, мы не выспались, у нас нет сил, да потому что на нас катались всю ночь. И люди, которые ведут скверный образ жизни, они просто являются проводниками вот таких вот нечистых духов, и естественно, в силу своей бессознательности, они могут исключительно исполнять волю подобных демонических существ. Ну и, наверное, самое главное, как противостоять? Во-первых, постарайтесь осознать, что бороться с ними бессмысленно. То есть, естественно, должны присутствовать защитные молитвы, защитные мантры, какие-то ритуалы защитные, но это все временный эффект. Самое главное противостояние, которое можно и нужно выставлять, это духовная практика. Потому что если мы совершенствуем себя, совершенствуем своей энергией, свое сознание, мы таким образом, усиливая себя, как бы создаем некий кокон, через который никто не сможет в нас проникнуть. Если же мы пытаемся вступать в конфликтные взаимоотношения, пытаемся доказать, наказать, обидеть и так далее, то получается так, что эти нечистые духи, они как бы вовлекают нас в поединок на их территории и по их правилам. А им это как раз и надо. То есть, если мы начинаем бороться, противостоять, бесспорно ни в коем случае нельзя поддаваться, нельзя следовать за какими-то нечистыми импульсами, веями в уме или чем-то еще. Поддаваться нельзя. Но в то же самое время впадать в какие-то состояния крайности и вступать в борьбу, противостояние тоже бессмысленно. В этом бесспорно есть смысл, но намного больше вы сможете извлечь пользы, если будете заниматься практиками самосовершенствования. И я своему товарищу таким образом и объяснял, что когда ты будешь работать над собой, выполнять техники самосовершенствования, твои энергии, твое сознание, они дойдут до определенного уровня чистоты, когда ты, живя в этом материальном мире, на духовном плане будешь соответствовать, допустим, каким-то небесным сферам. По энергетике, по уровню сознания, по уровню чистоты и так далее. Но на уровне физического тела ты будешь еще здесь. Пока тело не живет свою карму, в сто лет жизнь закончится, мы улетим на небеса. Но пока тело здесь, мы все равно будем продолжать. Но энергетически, по своей структуре, по своим энергиям, мы будем совершенно другими людьми. В этом плюс духовного развития, в этом плюс пути самосовершенствования. И когда наша энергия, наше сознание перемещается из этого материального мира, да, вот мы находимся вот здесь вот, да, и мы по уровню энергии начинаем превосходить этот мир, и там на один мир, на два, на три, на десять, на пятьдесят выше, люди просто перестанут вас видеть и чувствовать. Почему? Потому что все существа, которые живут в этом материальном мире, они приблизительно находятся на одном уровне. И они все друг друга чувствуют в силу того, что у нас похожие энергии, похожая карма, похожее мышление и так далее. Но когда кто-то соответствует более возвышенному миру, вы это почувствуете? Нет. Потому что его нет здесь, его не существует в этом материальном мире. Он способен проявлять какие-то знания, способен демонстрировать возможности общения, поведения своего и так далее. Но энергетически такие люди становятся совершенно неинтересными, потому что мы их просто не чувствуем. Ну, как бы человек есть, да, но почувствовать его, что он из себя представляет, невозможно. Но в то же самое время мы его видим. Вот приблизительно такое состояние. Ну, как бы есть и есть, ну и все. То есть неинтересно. Такие люди в основном обладают энергиями, связанными с более возвышенными мирами. То есть, ну как это сказать, как пустота некая. То есть вообще ничего. Он не здесь. Его невозможно найти, его невозможно прочувствовать, его невозможно каким-то образом интерпретировать, определить и так далее. Вот это вот есть уровень того, что мы превозошли этот уровень, и духи просто нас не смогут найти. Да, возможно, с помощью физического тела будет продолжаться какое-то воздействие на физическое тело. Но когда энергетически мы будем уже в другом качестве, мы сможем исправлять любое воздействие на наше физическое тело. То есть физическое тело – это своего рода такой маркер, через который еще будем получать какие-то последствия. Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, что, к примеру, если мы являемся ребенком индига или каким-то духовным существом, то в любом случае, рождаясь на этой планете, наши духовные энергии будут столь сильны, что мы будем делать больно каким-то нечистым существам, и те будут нас постоянно преследовать. Поэтому борьба между духовными существами и демоническими существами, она будет постоянная. Вот будьте готовы к тому, что с рождения и до окончания своей жизни мы будем всегда под прицелом со стороны каких-то нечистых существ и так далее. Я говорю, мы обобщает, да, то есть мы не рассматриваем кого-то отдельно. Я ни в коем случае не говорю про себя в целом. В то же самое время обычный человек для нечистого духа не представляет никакого интереса, потому что он сам по себе, ну, он, собственно, себе-то не может помочь. Да, тем более кому-то противопоставить свои возможности, свои силы, тем более которых, по сути, не существует. Большинство людей, к сожалению, не представляют из себя, ну, или представляют из себя мало что. То есть им в любом случае нужна какая-то духовная практика, начитанные мантры для того, чтобы хотя бы чуть-чуть очиститься, каким-то образом возвыситься, обрести какие-то способности, знания, качество, совершенство и так далее. Все как бы с одной стороны и более сложно, и в то же самое время более просто. На что еще оказывают нечистые существа влияние, в первую очередь? Вы даже не поверите. На наши умы. И вот если мы в наших умах придерживаемся нечистых концепций, ложных каких-то идей, нечистых энергий, ложных взглядов относительно общественной жизни, законов мироздания, законов Вселенной, ложных религиозных доктрин или духовных доктрин, это и есть та причина, которая позволяет нечистым духам воздействовать на наш ум. Ум вообще как бы нужно держать всегда в чистоте. Это сложно, но тем не менее это нужно, как бы, нужно это правило учесть, потому что первым ключом или первой дверью в доступ нашего внутреннего пространства является состояние нашего ума. И если нечистый дух может проникнуть в наш ум, то дальше он просто проникает уже внутрь наших энергий и впоследствии мы становимся просто управляемыми существами, происходит так называемое состояние одержимости. Каков процент одержимых людей очень велик. Большинство людей чаще всего даже не понимают, что они делают. Сложная тема. И я бы не хотел эту тему вообще поднимать, потому что многим знания данные не понравятся. но на планете действительно ситуация не самая хорошая и в любом случае нужно научиться балансировать между духовной практикой и материальной жизнью, потому что если человек следует только материальной жизни, ну, то перспектива не самая завидная. хочу сказать в некоторой степени даже похвалить наверное данного подписчика, потому что этот элемент относительно духов, которые могут входить в умы других людей, в их энергии, в их кармы, воздействовать на нас через других людей, этот элемент мало кто видит и вы вот за 6 лет первая или же первый человек, кто смог это увидеть и распознать в своем окружении. Относительно подобных взаимоотношений с такими существами, то в случае подписчика допустим, если это мужчина, то чаще всего такие демонические существа будут проявляться как женщины и будут стремиться в пространство внутреннего, внутреннее пространство самого мужчины, дабы получить доступ к его внутренней чистоте, к его энергиям, к его каким-то возвышенным состояниям и заполучив их частично подпитать себя. Я сейчас все утрирую, на самом деле там немножко не так, но так, чтобы у нас было общее понимание. Это раз. Впоследствии, конечно, будут ролики, в которых мы рассмотрим это более детально. То же самое относительно, допустим, если вы, то есть, в данном случае вопрос задавал мужчина, а если вы женщина, то мужчины, которые будут домогаться нас в плане интимных отношений, по сути, это та же самая ситуация. Чаще всего интуитивно каждый понимает, что вот там есть какая-то особая духовная сила, и ее нужно каким-то образом заполучить. И заполучить в максимальном ее количестве можно исключительно через интимные взаимоотношения. И если, допустим, человек находится в состоянии юности и еще не обладает каким-то развлечением, то, вступая в интимные отношения, он, конечно, чаще всего совершает такие себе, ну, или наживает такие большие проблемы, что впоследствии всю жизнь приходится это все расхлюбывать. Но нечистые духи именно через интимные взаимоотношения пытаются внедриться, потому что это ну, такая тема, которая ну, к которой мы, по сути, не готовы, и каждый из нас, скажем так, даже не предполагает, что возможно потерять часть энергии через интим. Но именно так это чаще всего и происходит. И даже, по-моему, в европейском магическом искусстве есть такие сведения относительно того, что существуют духи, которые приходят во снах, если я не ошибаюсь, их называют суккубы и инкубы. одни приходят к женщинам в облике мужчин, а другие приходят к мужчинам в облике женщин. Вступая в состояние сновидения в интимные взаимоотношения с этими духами, мы теряем очень большое количество энергии, и впоследствии без этой энергии наша судьба не развивается на том уровне, на который нам хотелось бы. Сложная тема, но такой элемент действительно существует. Так что в любом случае нужно постараться дистанцироваться от таких людей, чтобы минимизировать контакты. Это раз. Во-вторых, нужно начать работать над собой, дабы усилить энергии, впоследствии трансформировав себя, выйти на другой уровень, где нас просто в принципе не смогут видеть и не смогут на нас обращать внимание. Это второй элемент. Ну и третий еще можно посоветовать. Для временного эффекта можно использовать любые ритуалы, любые практики, которые дают временное усиление. Но впоследствии вам все равно придется работать в целом над собой, потому что другого пути нет. Ну и будьте готовы к тому, что как только вы расслабитесь, само по себе состояние расслабления будет являться звоночком для нечистых духов, которые в то же самое время выстрелят в нас. Это тоже видите, мне приходится все очень поверхностно рассказывать, как бы те, кто сталкивались с этими ситуациями, они поймут. Если человек расслабляется, прекращает развиваться, то опять все идет в состоянии отката. То есть мы поднимались в гору и в какой-то момент мы остановились и начинаем сбегать назад. То есть это и есть сам по себе откат. Причем откат идет в разы быстрее, чем подъем в гору. То есть энергетический подъем в гору. Не советую возвращаться. Лучше пусть как-то медленно идти, но лучше идти в том направлении, которое вы задумали или мы задумали. Надеюсь ответил. Пишите. Относительно аватаров у демонических существ таких нет. Просто слишком много вокруг людей, которые находясь в нечистом состоянии являются проводниками и через таких людей нечистые духи просто на нас воздействуют. Причем они эти люди даже не будут понимать, что они делают. Если ему задать вопрос что ты делаешь, он скажет это моя инициатива и так далее. Но на самом деле это будет не его инициатива. настолько бессознательный, что он даже не понимает в каком состоянии он находится. И такие люди всегда будут говорить что ты в полном здравомыслии все хорошо и так далее. Но это уже нюансы. Сложная тема, согласен. Пишите. Пишите. Вопрос хороший. До новых